В начале сегодняшней аппаратной энергетики принимали поздравления. С профессиональным праздником людей, которые делают наши дома уютными и светлыми, поздравил Виталий Чехов. Трудно переоценить значение работы энергетики, чьим неустанным трудом создается одно из необходимых благ. Тепло, электричество, которое обеспечит комфорт в домах, школах, больницах и, конечно, на предприятиях. Я хочу с уверенностью сказать, что профессионализм и ответственность работников жилищно-коммунальной отрасли районского городского округа позволят справиться с любой поставленной задачей. Подготовка к новогодним праздникам – одна из ключевых тем оперативного совещания. Виктор Неволин уделил особое внимание вопросам безопасности на городских мероприятиях. Сегодня мы рассмотрим вопрос, который будет касаться как раз антитеористической безопасности. Принятие дополнительных мер, направленных на предупреждение теоретических проявлений на территории Московской области и подготовке праздничных мероприятий, новогодних мероприятий и мероприятий, которые мы будем проводить уже на первые дни января, связанные с Рождеством, Престолом и Крещением. Подготовка к Новому году вступила в активную фазу. В школах проведено 11 праздничных мероприятий с участием более 2000 детей. Прошли елки главы Раменского городского округа в ДК «Сатурн» в ДК «Воровство» с общим участием около 5000 посетителей. На площади Победы прошла ярмарка желаний, на которой единовременно находилось около 800 человек, а всего посетило более 2000 жителей. На всех перечисленных мероприятиях с целью обеспечения безопасности было обеспечено присутствие сотрудников полиции. Всего же запланировано 86 выездов учеников на образовательных учреждениях в город Москву и другие города Московской области. В образовательных учреждениях запланировано проведение 127 новогодних мероприятий, в которых примут участие более 27 тысяч учащихся. На территории Раменского городского округа запланировано более 150 мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества на объектах культуры и улицах городского округа. Кроме того, в ночь с 6 на 7 января, в день 7 января, в 36-ти церковных храмах района будут проводиться религиозные мероприятия, посвященные Рождеству Христову. Соответственно, все эти мероприятия не могут остаться без внимания сотрудников полиции. В связи с чем с целью обеспечения ближайшего порядка и безопасности, допущения в совершении террористических актов, своевременного предупреждения и пресечения возможных противоправных действий со стороны представителей экстремистско-настроенных объединений, антиобщественных правностей, а также от пресечения других тяжких преступлений в период подготовки к проведению предстоящих мероприятий в управлении подготовленным подробным планом обеспечения безопасности. Завтра, 24 декабря, состоится высший совет при губернаторе Московской области, на котором подведут итоги работы муниципалитетов. Для нас это важное мероприятие, потому что все получат свои оценки, и мы тоже, в том числе, будем оценены правительством Московской области за ту работу, которую вместе с нами проводили в течение всего этого года. Мероприятие начнется в 12 часов, поэтому, в общем-то, завтрашний день будет посвящен этому. Андрей Плустунов, Алена Иванова, Ольга Захваткина, Дмитрий Курунов для программ «Городские вести».